Всем привет! Сегодня разбираем Past Simple, продолжаем разбирать Past Simple. Одиннадцатый урок. Грамма 11 в книжке Language Practice Elementary. Автор Майкл Уайнс. Итак, что мы уже знаем? Мы с вами выучили Past Simple. Да? Past Simple глагола делать. То есть, I did something. I spoke with Jane. I asked some questions. Мы помним, что мы добавляем окончание "-иди", к глаголу. Но если глагол неправильный, мы не знаем, когда он правильный и когда нет, нам нужно смотреть в специальных таблицах, которые называются таблицы неправильных глаголов. То нам нужно использовать вторую колонку неправильных глаголов. Итак, сегодня мы рассмотрим глагол быть, be. И в прошедшем времени этот глагол имеет две формы. Was и were. Если вы посмотрите в колонку неправильных глаголов, вы увидите, что глагол be во второй колонке будет was и were. Почему так? Потому что у нас есть форма множественного числа, это were, и форма единственного числа, это was. Смотрите, иногда путают и неправильно произносят слово were. Иногда произносят where. Where. Where это где. Вот. Where это где. Where где. Нужно правильно читать were. Were. Итак, дальше, поехали. Statements. Утверждение. At eight o'clock last night I was at home. То есть, восемь часов вчера вечером я был дома. I was at home. Я был дома. Почему was? Потому что was вытрибляется с единственным числом. То есть, я единственное число. I was. Он единственное число. Он один. He was. Она. She was. It, оно, it was. Но, когда у нас множественное число, то мы будем употреблять were. Еще раз. Обратите внимание на что? На произношение. Не where, а were. You were. Ты был. You. Это в английском языке множественное число. Они всех называют на вы. You were. То есть, вы были. We were. Мы были. They were. Они были. То есть, эти три случая, пожалуйста, запомните. You were. We were. They were. Это множественное число. Множественное число. Мы употребляем were. Были. You were. Вы были. We were. Мы были. They were. Они были. Was. Это единственное число. Я был. I was. He was. Он был. She was. Она была. It was. Это было. Или оно было. Итак, предложение для иллюстрации. Dave and Sue. Смотрим. Здесь их двое. Dave and Sue. Поэтому мы употребляем were. Были. Где? At the cinema last night. Last night – это маркер прошедшего времени. Когда у вас есть last night, yesterday, two minutes ago, two days ago, two years ago, вы должны употреблять past simple – прошедшее простое время. Итак, Dave and Sue were at the cinema last night. Dave and Sue и Sue были в кинотеатре прошлой ночью или прошлым вечером. It was very cold yesterday. It was very cold yesterday. То есть, было. It was. It was безличное it. It was – было very cold. Когда? Yesterday – маркер прошедшего времени. Почему? It was never – потому что it – было оно. I was ill last week. Опять же, единственное число I. I was – я был ill, больным, больным last week, на прошлой неделе. Опять маркер прошедшего времени. Итак, следующее. Это statements – утверждение. Дальше – negatives. Negatives – отрицание. Вы же знаете. Вы уже знаете, что когда у нас отрицание, мы добавляем частицу not. Она везде здесь добавлена. Смотрите, один важный нюанс. Глагол быть – почему он вынесен в целую тему? Потому что глагол быть – это какой-то олигарх среди глаголов. Почему? Потому что какие-то особенные условия, особенный закон для этого глагола. Он сам может образовать отрицательные и вопросительные предложения. Он не прибегает к вспомогательному глаголу did. Потому что мы с вами учили, что мы используем did как вспомогательный глагол в прошедшем времени для образования вопросов и отрицаний. Помните? Это было на прошлом уроке, когда отрицание I did not go – я не ходил. You did not go – ты не ходил. She didn't go – она не ходила. They didn't go – они не ходили. Когда у вас глагол быть, вы не используете did. Вы просто используете тот же глагол быть в отрицании. То есть вы скажете, смотрите сюда, отрицание. Если вы хотите очень быстро и красиво сказать, конечно же, вы будете говорить I wasn't. Например, я не был счастлив вчера. I wasn't happy yesterday. I wasn't here yesterday. Меня здесь не было вчера. I wasn't here yesterday. Если вы не уверены, можете сказать. I was not here yesterday. Итак, он не был здесь вчера. He was not here yesterday. Или he wasn't here yesterday. He wasn't here yesterday. She was not here yesterday. Или сокращенный вариант. She wasn't. She wasn't here yesterday. Она не была здесь вчера. Глагол быть. She wasn't here yesterday. Она не была здесь вчера. It was not или it wasn't. It wasn't. Оно не было. Или не было холодно. It wasn't cold here yesterday. Не было холодно здесь вчера. It wasn't cold here yesterday. Итак, когда у нас множественное число, мы употребляем везде were. Не забываем правильно произносить это were. You were not. Вы не были. Сокращенно будет you weren't. You weren't. Да, сложно выговорить you weren't, но нужно практиковаться. You weren't. You weren't here yesterday. You weren't. You weren't. We weren't. Нас не было. They weren't. Их не было. Смотрим передвижение. Kate wasn't happy at work last year. Kate wasn't happy. Happy – это прилагательное. Глагол be очень любит прилагательные. То есть те слова, которые отвечают на вопрос, какой счастливый, зеленый, веселый, пьяный и т.д. То есть Kate wasn't happy – не была счастливой – at work last year. Kate wasn't happy at work last year. Kate – она, she, поэтому was. И у нас отрицание, поэтому к was мы добавляем not. Это отрицание, но did здесь не употребляется. Почему? Потому что глагол быть – это сильный глагол. Он глагол олигарх, который сам диктует свои условия. Мы можем строить отрицательное предложение с помощью самого глагола быть. Глагола быть wasn't. Kate wasn't happy at work last year. We weren't at home last night. Нас не было дома прошлой ночью. I was late yesterday. Late – это прилагательное. Я был опоздавший вчера. Yesterday – смотрим. Когда, еще раз, я хочу сделать акцент на том, что когда вы употребляете past simple, простое, прошедшее время, вам нужно ставить какие-то маркеры. Last year – в прошлом году. Last night – вчера вечером. Или вчера ночью. Yesterday – вчера, просто вчера. Это маркеры, которые вам сигнализируют о том, что эй, эй, привет, давай past simple употребляй. Дальше, вопросы. В вопросах то же самое происходит. То есть мы не используем вспомогательный глагол did, когда у нас отрицание и вопросы с глаголом быть. Мы используем в прошлом формы was и were. Но смотрим на что? На положение was и were. Оно будет в начале предложения. У нас вопрос. Смотрим вопросительный знак. И мы ставим was и were в начале предложения. То есть если сокращенно мы разберем, будет не I was, потому что I was – это я был. Но was мы будем в начале предложения ставить. Was I – я был. Was he – он был. Was she – она была. Was it – оно было. Это когда мы говорим о единственном числе. Когда у нас множественное число. Вы были – were you. Were we – мы были. Were they – они были. Итак, смотрим examples. Смотрим примеры. Were you at home at 6 last night? Вы были дома в 6? В прошлом вечере. В прошлый вечер. Last night. Was Harry – это он, это he. Поэтому мы употребляем was. Was Harry in London? Не забываем произносить London через звук R. Was Harry in London yesterday? Harry был в Лондоне вчера. Опять маркер времени, который говорит о том, что Эй, давай употребляй past simple. Прошедшее простое время. Were you at school on Tuesday? Опять маркер времени. Когда? On Tuesday, во вторник. Were you at school on Tuesday? Вы были в школе во вторник? Итак, давайте сделаем несколько упражнений. Что просят нас сделать? Нам нужно look at the pictures and complete the questions and answers. Нужно посмотреть на картинки. We have four pictures. У нас четыре картинки. И нам нужно complete – заполнить вопросы и ответы. Итак, у меня сейчас немножко завис компьютер. Все работает нормально. Итак, первое. Was у нас вопрос. Давайте я сделаю вот так. Выделю. У нас вопрос. Helen at the cinema. Мы ставим вопрос. Когда? Yesterday. Вчера. Was Helen at home yesterday? Вам нужно сказать. Helen wasn't at home. Где же она была? She was at the cinema. She was at the cinema. Почему was, а не were? Потому что Helen – это единственное число. Это прошедшее время. Поэтому мы употребляем глагол was. Was Helen? Была ли Helen дома вчера? Helen wasn't. Не было Helen дома вчера. Wasn't – сокращенная форма. Где же она была? She was at the cinema. Она была в кино. Здесь написано кинотеатр. She was at the cinema. Вторая картинка. Смотрим. Здесь вторая картинка. Вот она. Tom and Dan at home. То есть вопрос. At school yesterday. В школе вчера. Tom и Dan. Их двое. Поэтому мы спрашиваем. Были ли они в школе вчера? Они – это множественное число. Поэтому мы будем употреблять were. И мы можем сказать они, they. Или were. Кто? Tom and David. Sorry. Dan. At school yesterday. Были Tom и Dan в школе вчера? И мы смотрим, где же они были. Нет. Tom and Dan. Они были. У нас здесь есть подсказка. At home. Дома. Как мы скажем. Tom and Dan. Кстати, вы можете сделать скриншот. И попытаться сами сделать это упражнение. А потом со мной проверить, насколько вы правильно дали ответы или нет. Делайте скриншот, останавливайте видео. Берите листик и записывайте ваши варианты ответов. И тут же мы проверим, насколько они правильны или нет. Итак. Tom and Dan. Что? Вопрос. Were Tom and Dan at school yesterday? Tom and Dan не были в школе вчера. Нам нужно построить отрицательное предложение. Откуда я знаю, что я буду строить отрицательное предложение? Я смотрю здесь первый пример. Helen wasn't at home. Второе предложение, оно отрицание. Поэтому я скажу Tom and Dan weren't. Вернт. Вернт. Где? At school. At school. Yesterday можно сказать, можно пропустить. Tom and Dan weren't at school. Где же они были? They – это множественное число. Поэтому мне нужно сказать were. They were at home. Они были дома. Прогулялись в школу. Третье предложение – at home yesterday Nick. Мы говорим о Нике. Третье предложение – оно здесь. Третья картинка. Nick at work. Мы спрашиваем, был ли Nick at home вчера? Дома вчера? И какой у нас… Давайте синенький цвет. Какой у нас вспомогательный глагол? У нас будет глагол быть. Was, was – смысловой глагол. Was Nick at home yesterday? Nick был дома вчера? Мы скажем, Ника не было дома вчера. Как мы скажем? Nick wasn't, wasn't at home. Nick wasn't at home. Ника не было дома. Wasn't at home. Где же он был? He was, смотрим здесь, he was at work. Он был на работе. He was at work. At work. He was at work. He was at work. Дальше. Последнее, четвертое предложение. У нас Liz and Jane. И нас спрашивают, были ли Liz and Jane at the cinema в кино вчера? Yesterday. И здесь, что мы помним? Мы помним, что если речь идет о множественном числе, прошедшем простом времени с глаголом быть, мы употребляем were. Потому что они. Were they. То есть, they – они – это кто? Лиз and Jane. Were Liz and Jane at the cinema yesterday? И мы тут же отвечаем, что нет, они не были, их не было в кино. Лиз and Jane weren't – отрицательное предложение. Сокращенный вариант weren't. Если вам сложно сказать, можете говорить were not. Но, помните, не were not, а were, er, er, er. Лиз and Jane weren't at the cinema. Смотрите, когда мы говорим о школе, о театре, о кинотеатре, предлогом будет слово at. Не in school, не on school, не, не знаю, out of school. Будет at, at school, at the cinema. И где же они были? Они – множественное число. They were, поэтому were были. They were at school. Они были в школе. They were at school. Итак, думаю, всё понятно. Продолжим дальше делать упражнения. Последнее упражнение на сегодня. Второе упражнение. Use the prompts. Используйте подсказки to make questions and negative sentences. Для того, чтобы задать вопросы и построить отрицательные предложения. Итак, Jim at home last night. Нам нужно построить вопрос. Строим вопрос. Was Jim at home last night? Марктик прошедшего времени last night. Нам даёт понять, что это прошедшее время. Past simple – прошедшее простое время. И былый Джон was. Это вопросительное предложение. Прошедшее время я именю boss. Jim at home last night. Второе. Ты был в школе в понедельник? Ты – это они всех на вы называют. Поэтому вы – это множественное число. Когда у нас множественное число, мы употребляем... Вы употребляем... Were you at school? В школе. At school – не in school. At school. Were you at school on Monday? Were you at school on Monday? Следующее, третье предложение. The cinema open on Sunday. The cinema – это кинотеатр. Open – это открытый. On Sunday. Дни недели, если вы не помните. Вам нужно на зубок это заучить. Sunday, Monday. Tuesday, Thursday и так далее. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Нужно помнить. Sunday – это воскресенье. Был ли кинотеатр открыт в воскресенье? Начинаем с глагола олигарха «быть». То есть мы не употребляем did. Мы тут же говорим «был ли». Cinema – это он. Оно – единственное число. Поэтому was – единственное число. Was the cinema open, открыт, open – это adjective, прилагательное. On Sunday. Все, у вас красивый вопрос. Четвертое предложение. All your friends at your party. All your friends – это уже множественное число. At your party на вашей вечеринке. Вам нужно спросить, были ли все ваши друзьяки на вашей вечеринке. Друзьяки – это множественное число. Поэтому вы скажете «were all your friends – friends at your party»? На вашей вечеринке. Знак вопроса есть. Пятое предложение. И здесь нужно использовать negative sentences. Откуда я знаю? Да, знаю, потому что у меня уже нет вопросительных знаков. То есть здесь или make questions, или вопросы нужно поставить, или negative sentence. Отрицательные предложения. Поэтому здесь остались отрицательные предложения. Смотрим. Kevin and Mel at my party. Kevin and Mel – это два человека, то есть это множественное число. Поэтому я употребляю were, и так как их не было у меня на вечеринке, я скажу were not. Или сокращенно, постарайтесь правильно сказать, weren't. Kevin and Mel weren't at my party. Их не было у меня на вечеринке. Шестое предложение. Nick in class yesterday. Мы не спрашиваем, а отрицаем. Говорим, что Ника не было на занятии вчера. То есть он не был в классе Nick. Начинаем с субъекта Nick. Кто Nick? Дальше не был. Was и сокращенно. Not. Добавляем wasn't in class. In class yesterday. Nick wasn't in class yesterday. Perfect. Седьмое предложение. It was warm yesterday. Было тепло. Было тепло, когда у вас нет субъекта, нет того человека или вещи, которые осуществляют действия. Вы используете it. Безликий, безличный it. То есть it, не было холодно. It wasn't. It wasn't warm. Также вы можете сказать it wasn't hot, it wasn't cold, it wasn't sunny. То есть нет того человека, который осуществляет действия. Если нет человека, который осуществляет действия, вы употребляете it. It wasn't warm. Безликий, да, такой it. Не было тепло вчера, yesterday. Маркер прошедшего времени. It wasn't warm yesterday. Точка. Точка у нас есть. We at the match yesterday. Матч. Мы на матче вчера. То есть мы можем сказать, нас не было на матче вчера. Тут нужно так сказать we. Так как we это множественное число, мы употребляем burnt. We burnt at the match yesterday. 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 Нас не было на матче вчера. Итак, все. На этом все. Спасибо, друзья, за просмотр. Ставьте лайки, ставьте дизлайки или дизлайки. Но есть просьба, подпишитесь, пожалуйста, на канал. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Это очень важно. Ну, очень важно. Спасибо.